Всем привет, дорогие друзья! В эфире Reign Game Studio вы смотрите первый урок из цикла «Пиши красиво», меня по-прежнему зовут Алексеев Николай, и сегодня мы будем с вами говорить про такой паттерн проектирования, как синглтон или одиночка. Прежде чем мы начнем, нужно рассказать, что такое вообще паттерны проектирования. Да, ведь и была у меня возможность почитать одну статейку на Хабре, посвященную этому вопросу, и там автор дал очень просто классный пример, который идеально объясняет, зачем вообще все это нужно. Представьте себе ситуацию, что вам сказали, что вы должны сделать машину. Вопрос, сколько колес будет у вашей машины? Большой достаточно вероятностью можно сказать, что вы подумали о четырех колесах. Естественно, можно сделать машину и с тремя, и с пятью, и с шестью колесами, никто не запрещает. Здесь уже ситуация говорит о том, что то, что у любого стандартного автомобиля четыре колеса, это та практика, которая устоялась со временем и сама себя в течение многих лет зарекомендовала. То же самое и в программировании. Есть определенные формулы построения кода, которые зарекомендовали себя, и они являются общепринятыми шаблонами проектирования. Собственно, о них и пойдет речь. Речь у нас, значит, идет про одиночку. Что такое одиночка или синглтон? Синглтон — это такой вариант построения некого класса в вашем коде, который обеспечивает возможность создать свой экземпляр на протяжении всего существования программы, всего общежизненного цикла вашей программы, всего один раз. То есть неважно, сколько ваша программа существует, пять минут или там несколько часов, за все это время будет создан только один экземпляр данного класса. Это очень удобно при работе с такими вещами, как база данных, либо логи, либо настройки, либо еще что-то. То есть, ну, мы сейчас рассмотрим один из примеров. Рассматривать мы его будем на примере инвентаря. Мы создадим игровой инвентарь и от него будем плясать. Так вот, первое, что нас интересует — мы не будем наследоваться от MonoBehaviour. Почему? Потому что наш класс, в принципе, не будет расположен на сцене игровой, а значит, нет никакого смысла тянуть все кишки за собой. Я не буду писать код целиком, потому что, ну, это просто непрактично. Я сейчас скопирую его из своих заготовок, чего я вам советую. Вообще советую завести подобного рода программку. Я, правда, аналогов не знаю, знаю только подобный функционал гистов у гитхаба. Эту программку я написал сам, но, в принципе, ничего сложного нет. Сможете тоже себе написать. Просто удобно хранить такие часто используемые заготовки кода. Значит, дальше мы в этой заготовке меняем везде название нашего класса на то, которое интересует нас, и создаем еще один класс, который будет хранить себе информацию о элементах нашего инвентаря, информацию о каких-то предметах в инвентаре. У нас в нашем классе инвентаря будет списочек этих самых предметов. И дальше обратите внимание, что у нас конструктор protected, то есть он защищен. Соответственно, создать экземпляр класса невозможно. Значит, будем работать с ним как-то иначе. работать будем следующим образом. То есть сейчас на экране происходит ускоренный вариант скрипта заполнения информации инвентаря. Не будем на нем сейчас останавливаться. Это не самая главная запчасть. Нас больше всего интересует понять, как эта хреновина будет работать. Для того, чтобы у нас получилось посмотреть на результаты работы, нужно создать некоторое количество префабов, чтобы у нас было вообще что отображать на экране. В частности, наш инвентарь будет отображать сами предметы, их название и их количество. Количество, соответственно, можно будет ручками поменять. Поэтому оно будет сделано input field, а название просто обычным текстом. Также нас интересует еще хранение информации этих самых элементов в инвентаре. Соответственно, мы для этого создадим еще один отдельный класс, чтобы быстрее получать доступ к элементам интерфейса. И дальше просто будем проходиться по циклу всех ячейк инвентаря и создавать их уже на экране. Если вы обратите внимание, у нас на кнопку повешена одна функция, которая называется load or save, то есть она выполняет две функции, в зависимости от времени, в какой момент времени она нажата. соответственно, если у нас еще не инициализирован наш инвентарь, мы его заполняем, если уже инициализирован, то сохраняем информацию о нем в собственно обратно, то есть из интерфейса уже сохраняем в класс инвентаря. И давайте посмотрим, как оно работает. Я специально создал две одинаковых сцены с разными кубиками, кубиками разного цвета, чтобы было понятно, что мы на разных сценах находимся. А вот мы нажимаем инвентарь, он у нас подгружается, мы видим количество, можем его поменять. И вот мы нажимаем инвентарь. И после того, как мы поменяли это количество и нажали снова на кнопочку инвентарь, у нас вся информация должна была куда-то записаться. Соответственно, перейдем на другую сцену и снова откроем инвентарь. Как вы видите, цифры сохранились именно те, которые мы изменили. Сделаем это еще раз, опять сохраним, перейдем на предыдущую сцену и снова посмотрим результат. И снова мы видим, что все у нас сохранилось. Таким образом, наш скрипт не находится на сцене, он просто все это время лежал в папке проекта. И тем не менее, в нем вся информация сохранилась. Посмотрим, как это работает. То есть вот у нас есть класс инвентарь. Инвентарь. И у него есть конструктор. Конструктор имеет модификатор protected, то есть он недоступен извне. Его невозможно создать. Можно также было сделать его private, не принципиально. Главное, чтобы не public. Есть публичная функция getInstance и приватная переменная instance. Соответственно, мы вызываем извне нашу вот эту статическую публичную функцию, которая проверяет, есть ли в нашей переменной что-нибудь. Если в ней ничего нет, мы туда создаем экземпляр нашего инвентаря и потом возвращаем этот экземпляр. Если же она уже есть, то просто возвращаем этот экземпляр. Соответственно, вот здесь в коде я дважды написал в инвентаре getInstance. Я сделал это как бы намеренно. То есть мне не нужно было на самом деле две одинаковых переменные объявлять. Это просто сделано для показательности того, что сколько бы раз я не вызывал этот getInstance, я все равно всегда буду обращаться к одному и тому же экземпляру класса. Давайте еще разок протестируем все это добро. Увеличим количество элементов в инвентаре. И посмотрим, как это работает. Данный паттерн проектирования удобен очень в игровом программировании. Вот для таких вещей, как, например, инвентарь. А вообще по жизни, например, для работы с базой данных. Так, давайте посмотрим еще раз. Вот снова открыли инвентарь. У нас все есть. Мы сюда записали каких-то цифр своих. Сохранили все это дело, перешли на другую сцену и посмотрели. И вот у нас снова все прекрасно. То есть поменяем еще раз, сохраним, перейдем на предыдущую цену, откроем, все работает. Я находил в интернетах вариант реализации синглтона на Unity с помощью помещения пустого объекта на сцену, вешание на него скрипта. И на этом скрипте прописывание Don't Destroy Unlocked. Как по мне, это очень мерзко и совершенно непрактично. То есть есть нормальная профессиональная реализация синглтона. Та, которую показал здесь я не единственная. Есть варианты без блокировок. Смотрим, спокойно ищем, читаем полезную литературу. И если вам вдруг нужно где-то применить будет подобный паттерн, то вы уже знаете о его существовании. А как его написать, уже дело ваше. Спасибо за просмотр. Как обычно, да, ставим лайки, там, пишем комментарии, жмякаем на колокольчик, подписываемся на группу ВКонтакте. Все, все у нас по стандарту. Ничего нового здесь не придумаем. Увидимся в следующем уроке. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok